Программе капитального ремонта многоквартирных домов почти два года. В Ивановской области за это время выполнены работы на 680 объектах. К концу года их будет 725. Некоторые дома примут буквально в ближайшие дни. Работы выполнены на 125 многоквартирных домов. Это ремонт и замена инженерных коммуникаций. 391 дом – это кровли. 100 домов – это фасады. 53 фундаменты, 4 подвальные помещения, 7 домов, или можно сказать 17 лифтов заменено. За два года по 157 объектам поступили протоколы общих собраний собственников. Жители этих домов решили либо поменять вид работ, либо перенести сроки. Предложения такого рода поступали рекоператору зачастую спонтанно, когда к ремонту подрядчик уже приступил. Там, где жители меняют вид работы, приходится еще раз проводить обследование дома, составлять смету, проводить три конкурса. И это все приводит к тому, что дом сдвигается по времени. В 2016 году рекоператорам создан претензионный исковой отдел. Теперь дела должников отправляются в суд. Неоплата более одного месяца по 91 тысяче лицевых счетов. Судебные решения по ним будут вынесены до конца следующего года. Кроме того, в 2017 взнос за квадратный метр жилплощади по капремонту увеличится. Проект постановления подготовлен, но еще не одобрен губернатором. В настоящее время департаментом готовится проект нормативного акта, в котором установлен размер минимального взноса в размере 6,4 рубля. То есть это 6,4 рубля. Планируем такой нормативный акт. Обновленные квитанции жители региона получат в феврале. А тем, кто до сих пор не владеет информацией о ремонте в своем доме, рекоператор советует посетить сайт Капрем-37. Ресурс обновили, и чтобы получить все интересующие собственники отчеты, достаточно в строке поиска набрать адрес своего дома. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.